Дом Денег В свободном водитель, управляя автомобилем Toyota Carina, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход доставлен в лечебное учреждение. А в селе Максимовка Октябрьского района водитель, управляя автомобилем Toyota Vish, допустил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход доставлен в лечебное учреждение. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. В некоторые населенные пункты Зейского района зимой можно добраться только по ледовой дороге, Зейскому водохранилищу. Из-за ухудшения погодных условий и выпавших осадков в настоящее время на данном участке местности возникли снежные заторы. В связи с этим возле водохранилища со стороны города Зея и населенных пунктов, расположенных вдоль реки, выставлены посты дорожно-патрульной службы. В настоящий момент въезд на Зейское водохранилище запрещен. Дорожное движение здесь регулирует наряд ГИБДД МОМВД России Зейский. На первом километре автодороги Зея-Снежногорские движение ограничено. Все усилия полицейских направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи автомобилистам. На Мурской станции Тоннельное, что в Белогорском районе, на участке железнодорожной дороги был обнаружен дефект рельса. По информации источника АСН-24, несвоевременное обнаружение поломки могло привести к крушению поездов. На фото очевидца видно, что лопнула крестовина рельса. Далее от нее идет стрелочный перевод. Поезд мог пойти под откос. Поломку оперативно устранили. Информацию подтвердили в пресс-службе ДВЖД, уточнив, что произошел с колголовки рельса. На время ремонтных работ приостановление составов было, но только грузовых. И о ситуации на дорогах. Автомобили Корона, Премия и Тойота Лэнд Круизер Прадо стали участниками ДТП на Виадуке по улице Загородной. Водитель внедорожника, видимо, так спешил, что совсем забыл о правилах соблюдения дистанции и допустил столкновение с Короной, в результате чего у транспортных средств средней степени повреждения. Люди не пострадали. На улице Шимановского между Октябрьской и Красноармейской произошло ДТП с участием двух Краунов и грузовика Ниссан Атлас. Краун белого цвета двигался по улице Шимановского со стороны Октябрьской. Серебристый Краун был припаркуван вдоль гаражей. Водитель грузовика, сдавая задним ходом, не убедился в безопасности маневра и задел движущийся Краун, водитель которого, уходя от удара, столкнулся с настоящим Крауном. Повреждения получили только авто. Сразу четыре автомобиля попали в ДТП на улице Зейской. Тойота Краун и Ниссан Тида стояли припаркованные на стоянке. В это время по улице Зейской со стороны Шимановского в направлении улицы Островского двигались Тойота Ариста и Тойота Фанкарго. Такси Фанкарго по левой полосе, а Ариста по правой. Водитель такси, не убедившись в безопасности маневра, начал перестраиваться в правую полосу и произошло столкновение с Аристой. Ариста, уходя от столкновения, ударила стоящий на парковке Краун, который, в свою очередь, от удара отлетел на Тииду. Люди не пострадали, повреждения получили только авто. Перекресток улиц Комсомольская и Амурская стал местом очередного ДТП. Первая причина – банальное несоблюдение дистанции. По улице Амурской от Мухина в направлении Комсомольской двигались Тойота Алион и Тойота Чайзер. При повороте на Комсомольскую водитель Алиона притормозил, пропуская пешеходов, а водитель Чайзера не успел среагировать и допустил наезд на Тойоту Алион. Повреждения авто незначительные. Люди не пострадали. На пересечении улиц Лозо и Горького столкнулись Прогресс и Грузовик. Оба автомобиля двигались по Лозо от улицы Амурской в направлении улицы Горького. Водитель Прогресса на перекрестке остановился на запрещающий сигнал светофора, а водитель грузовика не успел среагировать и допустил столкновение. В ДТП транспортные средства получили незначительные повреждения. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале asn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить Дом Денег поможет. Хорошие деньги для хороших людей. Дом Денег. Быстрые займы на любые цели. Улица Калинина, 127. Улица Лозо, 64. Улица Институтская, 3. Улица Амурская, 125 и 168. Телефон 57-48.